Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как сделать быстро и качественно ручку для ножа. Вот у меня в хозяйстве валялся такой кухонный нож. Ручка здесь, как видите, совсем неудобная. Я ее немножко подчесал. Для этого нам понадобится кусок полипропиленовой трубы. Желательно взять трубу не армированную, для холодной воды. Я взял двадцатку, самую тонкую. Она вот ходит спокойно. Еще нам понадобится газовая горелка. У меня вот такая с баллоном. А если у кого нет, может быть просто вот такая туристическая, которая продается в каждом магазине. Ну и тиски. Тема эта, конечно, не новая. И ручки эти делают уже давно. Кто-то греет промышленным феном, кто-то еще. Я покажу, как я, пользуя газовую горелку. Нагреваю непосредственно саму трубу. Итак, приступаем. Значит, смотрим, какой нам надо размер. Ну, чуть длиннее ручки. Отмечаем и отрезаем. Необходимый кусочек трубы. Вставляем ручку в отверстие трубы и зажимаем в тиски. Без уголков, без пластин, просто в тиски. Поджигаем горелку. Удобно делать ручку вдвоем. Один нагревает, второй поджимает. Ну, можно, в принципе, и одному. Подожгли горелку. Ну, я буду делать один. Нагреваем прямо трубу. Она может воспламеняться. Вот видите, она расплывается сверху. И в это время тисочками поджимаем потихоньку. Ну, сколько она поджимается. И так греем еще. Еще поджимаем. Также с-под низу погреем. Вот она может воспламеняться. Ничего страшного. Обязательно вот здесь, в основании, хорошо погреть, чтобы труба опаялась вокруг ножа. Сзади также подогреть. Ну, вот мы все запаяли везде, хорошо. Выключаем горелку. Все отверстия затянулись. Как сзади, так и спереди. Вставляем в тисках остыть. Достали из тисков ножик наш. Ручка вот имеет такой вид. Ну, естественно, неровный, шероховатый, неправильной геометрии формы. Сейчас берем на точильном станке, придаем ей форму. Форму можно придать любую. Я потом покажу вам еще вариант, когда мы делали свой, реставрировали первый нож. Здесь, скорее всего, будет прямая. Затачивать можно как на станке, так и болгаркой. Уже потом доводить мелкой наждачкой, шлифовать. Итак, мы отшлифовали нос. Форму, как я сказал, ровную, потому что для гаража я его восстановил. Сейчас я вам покажу кухонный нож, который я восстанавливал для жены. Для кухни. Видите, я здесь немножко сделал под руку, такие под пальцы углубления. Не выбрасывайте кусочки полипропиленовой трубы. И также ножи, у которых сломана ручка. Они легко поддаются восстановлению. Еще хочу обратить внимание, вот как он здесь припаялся. Никакого люфта нету. Шатки очень крепко. Также можно сделать любой инструмент. Стамеску, напильник. Ну, что угодно. Продолжение следует...